Доброго времени суток, друзья, с вами Аив, ну и да, друзья, люди, которые уже прекрасно узнали эту иллюстрацию, понимают о чём пойдёт сегодняшнее видео, ну и да, друзья, за исторической волной вэкбанов у нас произошло ещё одно историческое событие в стиме. Стэк или стак уровень 3000, чтобы вы понимали, насколько это жёстко, у него даже нет значка уровня, то есть в стиме не было продумано того, что кто-то дойдёт до 3000 уровня, то есть если мы зайдём, допустим, к той же самой Рене на профиль и увидим в друзьях стака, у всех есть значки, у всех есть значки уровня, у него нет. Ну и разумеется, конечно, 3000 уровень это клёво, но есть и русский чел под ником Мэгик, который тоже начинает активно апать уровень, у него сейчас 2677 уровень, а утром часиков в 10 у него был только 2200 с копейками уровень. Ну и просто смотрите, значок SummerSale Intergalactic 115 890 уровня, запомните это число, мы сейчас откроем это дело и вы увидите, что уже 98, то есть 8 уровней, просто у него эти значки апаются по 2 уровня в секунду, и то, что он 2677 уровня, это не предел, друзья. Я думаю, что он дойдёт до 3000 уровня, потому что всё-таки он закупал 250 тысяч каждой карточки Intergalactic SummerSale, ну и как вы можете видеть, у него уже 902 уровень, то есть буквально у нас успевает только загрузить страницу, ему почти 10 тысяч до 2678 уровня, но мы с вами нажмём чудную кнопочку F5, и ему уже 9 тысяч, То есть за буквально 5 секунд он уже апнул со 2 по 11 уровень, значок. Ну и как бы да, друзья, это интересная война между русским челиком и арабом, так называемым, ну все считают стека или стака арабом, опять же, ну я не знаю на самом деле кто он, но опять же, друзья, 3000 уровень. И он достиг своего 3000 уровня за значок 59050 уровня. Ну тоже не сильно много на самом деле, наш челик наберёт гораздо больше, гораздо больший значок, я так понимаю, он соберёт четверть миллиона уровня по сравнению со стеком. Как бы, друзья, это просто ещё одно очередное историческое событие, то есть вы можете видеть, что у Мэджика значок всё ещё отображается, я думаю, что значок как раз на 3000 уровне и ломается. Конечно, к сожалению, первым 3000 уровень достиг не наш челик, он был к этому вполне себе готов, ну люди пишут свои догадки, что типа до какого уровня он дойдёт, т.д. т.п. И как бы, да, друзья, просто, смотрите, у него уже 37 уровень, т.е. туда-сюда у него сейчас будет уже 78 уровень, 2678. Да, всё, уже Steam даже не хочет загружать его профиль, да, ему осталось уже 5000 опыта. И просто, давайте попробуем просто загрузить, загрузить его инвентарь, чтобы примерно прикинуть. А, ну, инвентарь на данный момент скрыт, окей. Я так понимаю, он это сделал, чтобы люди не ломали себе системки, потому что вы можете представить, сколько предметов у него лежит в инвентаре. Мне интересно, скрыть ли инвентарь у стека. Давайте попробуем. Нет. 2 миллиона 146 тысяч предметов. Вот я нажал на вот этот вот Steam, но как бы, да, у меня завис браузер капитальненько. У меня тупо завис браузер, друзья, я ничего не могу сделать, уже. Да, инвентарь 753. Понятно, да. Мы просто с вами свавили... О, неужели, оно подгрузило папк? У него Gamescom крейты лежат, окей. И это всё нормально. Давайте посмотрим его инвентарь в Counter-Strike. Да, это, разумеется, это дикие ножи, дико дорогие всякие статтреки, статтрек Василиск. У него огромное количество всех медалек, просто коллекция лоров, сувенирная МК-рыцарь, из которой крафтится сувенирный Dragon Lore. У него 24 страницы предметов, куча ножей, куча всего. Таки да, друзья, не получилось у меня загрузить инвентарь стека. Он грузился в районе 7 минут, потом тупо сломался Steam и сама страница в браузере. А тем не менее, наш русский челик достиг уже 2678 уровня в Steam. И уже скоро достигнет 79. У него уже 116 095 уровень. То есть вы можете видеть, насколько быстро он опает свои значки. Опять же, в описании под роликом вы найдете ссылки на профиль стека, стака, на профиль Мэджика, на мой профиль. Ну и попробуйте загрузить их инвентарь стима, ну по крайней мере стека или стака инвентарь. Мне не удалось это сделать, браузер тупо вылетает, ну страница в браузере. Но если вам понравилось это видео, то не забудьте оценить его лайком, чтобы как можно больше людей узнало о том втором историческом событии за последнюю неделю в Steam. Ну и конечно же не забывайте про подписочку на мой канал. Всего хорошего.